здравствуйте мы продолжаем нашу животную практику то есть обращаем внимание на живот на дыхание в животе и взаимодействие дыхания с животом но это так сказать якорь который мы возвращаем внимание при этом давайте стараться не забывать о всем остальном пространство где существует этот фокус вот это фокус но все остальное пространство нашего восприятия она по-прежнему остается актуальным мы можем как распределять внимание между этим фокусом в животе не слишком сильно на нем констрируясь замечаю еще что происходит в фоне на периферии то есть во всем остальном восприятии что же давайте приступим и такую первую часть настройки буду степенно все больше сокращать делать ее побыстрее тем менее мы будем насаживать уже как новое на уже известно и нанизывать и соответственно будем проходить по более-менее все тому же маршруту начнем с позы как обычно просто осознаем ее почувствуем это мгновение когда внимание возвращается в позу что вы переживаете как вы переживаете затем для контраста отправим внимание визуальный канал восприятия в большей степени туда сместим оглядимся в пространстве вспоминая что она трехмерное что у нас есть не только горизонтальная линия наверх и низ и глубина пространства близко-далеко то есть все это одновременно объекты большие маленькие никакой форма у них есть цвет каждый раз встречаясь с этим совсем мы можем испытывать собственно эту встречу осознавать ее как она происходит вот в этом этом комплексе расстояние размер цвет как я с этим встречаюсь как остаюсь и как расстаюсь переходя к новому объекту затем давайте посмотрим перед собой увидим опять какой-то объект перед собой и ненадолго на мгновение буквально просто отпустим взгляд позволяя ему расшириться увидеть весь объем пространства затем можем позволить глазам закрыться обнаружить что меняется при этом куда внимание движется или скорее что возникает переживаемом опыте сознание когда визуальный канал ушел из восприятия тело станции были заметными мысли звуки еще что то давайте обратим внимание на общее состояние какое оно сейчас из какого места себя мы начинаем с какого состояния какая внутренняя погода у вас сейчас было ее характеризовали дальше можем время от времени возвращаться к этой внутренней погоде проверяя ее изменения с практикой она будет меняться неизбежно давайте вздохнем несколько раз чувствую как вздохи влияют на нас потом положим ненадолго положим одну руку на живую другую на грудь почувствуем что сейчас больше участвует дыхание грудная клетка или живут и затем предлагает чуть больше внимания сместить живут позволяя животу чуть больше участвует дыхание каждый из нас это свои какие-то свои отношения с животом дыхание в животе потому у кого-то это движение животом чувствуется достаточно сильно активно явно у кого-то едва заметно нормально можем замечать как это у вас но по чуть-чуть как будто бы добавляет туда дыхание вот что это может помогать ослабление живота его смягчение отпускания специальное движение стенка живота может быть как это для вас сейчас хорошо и оставим живот пока вот руки оставим пока еще на теле оставляя часть внимания в животе но также сместим внимание точки опоры в таз чувствуем плотность контакта мы можем представить как то что здесь вот живот и таз это какая-то единая такая сфера может быть сеть на какой шар там сфокусирован сконструирован центр тяжести весь вес тела туда стекает но также живот движется и жизнь как переживается весь этот центр если мы туда погружаем внимание вот это с вместе хорошо и затем вставляя часть внимания там в этой зоне уже начнем подниматься по позвоночнику вниманием как бы вырастая оттуда из копчика из крестца вниманием вверх 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 дойдем до грудной клетки в этот момент что происходит с плечами с грудной клеткой с дыханием меняется как-то ли его паттерн может быть хочется сделать глубокий вдох грудью можем следовать за этими тенденциями внутренними дойдем до макушки головы немножко потянемся за ней я же чувствую что это меняет когда перемещаем внимание сюда в большей степени то начинаем вырастать так вверх при этом все тело может стекать вниз под макушкой шеи, плечи, руки все тело вниз в таз вес тела и вот можем затем выстроить эту прямую линию осознавая два вектора такого внутреннего движения макушка вверх идет движется а вес тела стекает вниз при этом позвоночник прямая линия вертикальная если нужно можем чуть-чуть покачаться вперед-назад чтобы уловить эту прямоту и затем соберем это все как такой вот конструктор в поле нашего внимания из отдельных элементов которые составляют единство то есть вытягивание вверх урастание вверх макушкой одновременно с этим все тело стекает вниз и есть плотность контакта в точках опоры тазу ягодиц одновременно с этим еще и позвоночник как внутреннюю ось и еще один элемент собственно живот и его дыхание давайте попробуем объединив это все воедино чувствовать все тело со всеми этими акцентами хорошо затем еще прочувствовав сейчас как на вас влияет эта форма нашего сидения самого форма затем можем как будто через руки грудь и живот направив туда какой-то импульс вопроса вопроса зачем я медитирую слушать ответ зачем вы это делаете какой в этом смысл какая ценность для вас можем ответить на это вопрос и как-то утвердить эту практику вот посвятить ее именно этой ценности произнести про себя и делают это вот или это вот это можем чувствовать как вот этот смысл который мы мы возвращаемся памятным который мы памятным действует на нас прямо сейчас хорошо затем можем либо опустить руки сложив их удобно на коленях или под животом либо оставить две руки так придерживающими слегка живот чтобы просто его лучше чувствовать почувствовать как вам это лучше дальше опять вернемся к нашей основной этой структуре стоя часть тяжесть внизу и вот эта сфера живот и таз вместе как единая сфера вырастающая из этого стебель позвоночника макушку головы все тело стекает вниз и центр внимания больше в животе собирается вдыхание животом при этом все равно все тело можем чувствовать давайте пройдем сейчас еще по участкам замечая что у них происходит но при этом вставляя все же где-то на периферии внимание и на животе тоже начнем с глаз глаз и живот глаза и живот вот челюсть нижняя мы отпустим при этом не забывая животе язык все лицо и живот временно затылок шеи и плечи плечи могут потечь вниз за весом рук этом живут все равно остается в поле внимания и сами руки и тоже что-то весит можем почувствовать вес рук и затем спина дыхание дыхание в ней тоже в спине как дыхание распределяется между спиной и животом грудная клетка грудная клетка вся грудная клетка она по-прежнему дышит так как собственно легкий находится в ней мы можем наблюдать отношения дыхания груди в груди и дыхание в животе как эта волна дыхания движется через тело солнечное сплетение и собственно сам живот еще раз можем погрузиться в него сознать весь его объем еще чуть больше может быть отпустить его если он втянут пах промежность еще раз ягодицы весь таз вес вес тела стекающий вниз вниз и ноги от изобедренных суставов к стопам затем все тело как единое целое и давайте сейчас мы можем пробовать распределить внимание когда фокус акцент на животе на дыхании в животе при этом также можем чувствовать фон периферию все тело сидящее здесь цельность тела цельность тела если глаза например будут у вас открыты если вы захотите их открыть все что видите так же естественно все что чувствуете телом в целом это поле осознаваемого опыта также мысли в этом поле появляются исчезают какие-то состояния чувства но основной фокус давайте более-менее возвращаясь к животу к дыханию в животе так посидим еще до гонга до перехода к следующей стадии практики спасибо Продолжение следует... 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 затем пойдем в сторону нашей практики меты, дружественности заходя с обычной стороны, со стороны такого воображения, представления и начнем с представления сознания в целом если мы представим его как пространство, в котором возникают и исчезают феномены опыта ощущения, мысли, чувства, звуки, запахи, все, что мы воспринимаем во внешнем и внутреннем мире все это происходит в сознании если мы представим, что это сознание становится светом или заполняет светом каждый элемент, каждый этот феномен становится светом любое ощущение, приятное или неприятное, любая мысль, любое чувство, любой звук все это соткано из света, все сознание состоит только из света и вы — это и есть свет предложим себе такой образ, такую мысль хорошо, и продолжим и давайте оставим одну руку на себе вторую положим удобным образом, так чтобы она была расположена к миру направлена ладонью к миру, открытой ладонью и продолжим игру со светом, с воображением теперь если мы представим, что этот свет исходит откуда-то изнутри из глубины вас, может быть глубины сердца или еще какой-то глубины может быть глубины живота, я не знаю и расходится наружу, выходит наружу, расходится в разные стороны может быть это такое вот ваше присутствие, само ваше присутствие, оно источается из вас вокруг вас можем вообразить это присутствие в виде света, когда расходится и расходится дальше и дальше по окружающим, по окружающему пространству касаясь, освещая все, что все, чего оно достигает это присутствие, этот свет других живых существ, людей деревья, траву, все, все, все всю землю потихонечку, постепенно охватывает действительно всю планету, всю землю и уходя дальше за пределы земли, куда-то в бесконечность к звездам это если это цвет или это ваше присутствие но здесь его центр, здесь, где вы чувствуете себя, где ваша рука лежит и одновременно он везде, на всей планете и во всем пространстве, во всем космосе ваше присутствие, этот свет вашего присутствие хорошо, можем проверить еще раз, как это на вас влияет влияет ли в принципе как-то дальше будем направлять этот свет или это присутствие каким-то пожеланием дружественности определенным группам людей или других существ начнем с тех, кого мы любим кому у нас есть приязнь вот эта доброта и дружественность уже есть в нас для них, для этих людей или других существ можем вспомнить кого-то и послать им какое-то это сформулированное послание сказать несколько слов пожелания добра дружественности, еще чего-то поддержки какой-то вздохнем, отпуская этих людей чувствуя, как как сейчас вы повлиял ли на вас этот контакт как-то это послание этим людям затем вызовем в памяти каких-то людей к которым у нас нейтральные отношения хоть какие-то случайные люди вполне себе но тоже можем послать им это послание дружественности доброты поддержки просто потому что мы такие же люди, как они этим чего-то того же самого в самой своей глубине вздохнем и отпустим этих людей и затем представим себе тех, кого мы не любим тех, кому у нас есть отторжение в той или иной степени это может быть отвращение, может быть страх, может быть гнев ненависть все что угодно от легкого раздражения или от вращения до самого сильного до ненависти выберите кого-то кто вам сейчас как-то по силам кто придет если мы отступая как бы чуть-чуть вглубь там, где мы действительно едины со всеми живыми существами со всеми людьми из этого места тоже пошлем какое-то послание дружественности доброты опять вздохнем почувствуем как этот опыт сейчас у нас подействует возможно возникли какие-то совсем другие переживания чем с первой и второй группой более амбивалентные сложные можем их осознавать и представим следующую группу люди, которые испытывают страдания прямо сейчас и быть конкретные люди которых вы знаете или какие-то абстрактные может быть необязательно люди живые существа все страдают если мы зная что такое страдание из своего опыта и зная что такое желать избавления от страдания шлем им эти слова поддержки дружественности доброты пожелания облегчения страданий уменьшения освобождения от него отдохнем как сейчас чувствуете опыт это переживание следующая группа противоположная предыдущей кто-то прямо сейчас испытывает момент радости счастья можем ли мы присоединиться к этим моментам может быть это будет переживание свобода может быть еще чего-то такого важного что у людей бывает мы можем порадоваться за них вместе с ними разделяя эту радость просто потому что это бывает мы знаем когда например страдания уходят и предчувствуется освобождение от него эти моменты опять отдохнем отпустим как сейчас последняя группа которую хочу предложить это мы с вами люди объединенные какими-то одними смыслами и ценностями близкими смыслами и ценностями можем пожелать друг другу тоже чего-то доброго хорошего поддерживающего посылаете рассылаете телеграммки смски друг другу послания вздохнем отпустим снова положим вторую руку на себя вернем ее почувствуем двумя руками себя и направим себе славу поддержки дружественности как мог бы это сказать добрый друг или могла бы добрая подруга действительно по-настоящему хорошую друг или подругу пожелать чего-то важного нужного вздохнем и самое последнее можем представить сегодняшний день начинающийся или завтрашний если сегодняшний заканчивается у вас представьте его как пространство которое нам предстоит прожить пройти и фактически заполнить собой осуществить себя в нем в этом пространстве воплотить можно спросить какого или какую себя мы бы хотели воплощать что воплощать в себе в этом дне и пусть нас ведут два вопроса по жизни и по дню как я сейчас что со мной какая у меня внутренняя погода и второй куда я движусь что я воплощаю что я делаю зачем каков мой путь давайте погладим помнем подвигаемся потянемся в какой-то момент откроем глаза обведем пространство взглядом вспомним где мы находимся что мы здесь вот здесь вот здесь еще 10 минут на какой-то творческий отклик пописать порисовать что-то поделать такое что выразило бы ваше текущее переживание что выразило бы за этот что говорите Philippines что вы Whatever сейчас поговорим я вообще Продолжение следует... 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 никого не видать сегодня не слыхать сейчас прочитаю что нам пишут хотя бы так гульнас написал благодарю за практику владимир вредные чувства ужасные чувства всего лишь чувства банальные мысли тончайшие мысли всего лишь мысли великие прозрения были вчера сегодня похмели в моем животе содержится мир где же содержится ум переживающий мой живот мысли калейдоскоп в круге иллюзий белка ума пронизана светом пространство ума свет его основа а геевы конюшни ума могут могут вычистить вода стикса пройдя сквозь пройдя свой круг закончился танец форм беспредельном пространстве только свет отраженный в самом себе виды пишет вошла в океан спасибо всем большое мне нужно идти маша опять дорогу сборы немного суеты есть внутренняя карта предстоящего пути но больше предвкушение того чего не знаю как там все будет и как все случится окей спасибо хочет сказать может быть что нибудь привет привет я хотела знаешь про какую штуку спросить валер когда вечером я сажусь медитировать часто я замечаю что я потом не сплю очень плохо сплю и у меня такое пробужденное сознание и я пытаюсь понять может я чуть не так делаю потому что ну нет ли такого что это присутствие я подменяю на некоторый контроль что ли вот который в итоге не дает расслабиться и уснуть ну вот наверное такой вопрос зачем ты вечером медитируешь вообще слушай но вечером самое хорошее время для медитации все спят вот очень тихо и можно погрузиться как-то глубоко глубоко вот парадокс в том что чем глубже я погружаюсь тем потом я бывает или всю ночь я вижу какие-то странные сны я вижу что я их вижу окей а чего ты хочешь спать хочешь не знаю чего я хочу я просто устаю потом от этого и я потом так играю к чертям все это не буду так делать больше а потом через какое-то время опять интересно же и опять сложно здесь сложно достаточно как но это важно наверное отрегулирует просто день тут может быть больше направить внимание на сам режим дня потому что ну сильно под играть я не думаю что связано с каким-то гиперконтрольным возбуждением перевозбуждением это тебе видней понятность твоей внутренней практике какое состояние все-таки тебя там возникает но но вот как я замечал у меня был такой период на особенно особенно на ретритах кстати бывает что если целый день сидишь потом кажется целую ночь не спишь ну потому что сильно переключается сознание но там в ретрите как-то обычно ну вот как я помню это в таких интенсивных ретритах вот когда это еще было давно когда начинал там какой-то общее такое режим ну когда вот в принципе это не не беспокоило но лежишь не спишь и все как будто просто просто продолжаешь осознавать все как как собственно формальной медитации только лежа и вот более расслабленном состоянии вот но понятно что на ретрите это можете позволить тоже сильно особые условия когда у тебя там семья заботы то нужно вот как-то регулировать это более тщательно вот почему так происходит ну здесь сложно сказать может быть много факторов может быть там и перезабуждение какое-то возникает но скорее я бы так интерпретировал что ты успеваешь отдыхать просто как-то отдыхаешь организм отдохнувший такой а чего это мне спать то вот он значит и продолжает чтобы тут можно было мне кажется попробовать ну как-то опять же это связано с регуляцией дня попробовать физически себя понагружать еще до этого ну в смысле что некой физической прям работы до усталости работы или там физкультуры какой-то но если есть возможность конечно опять же в силу твоих там забот но чтобы я имею ввиду чтобы это не было ментальная больше степени работа а именно физическое такое вот чтобы выложиться знаешь когда человек там не знают рубит дрова он чем дело такое физически у него потом обычно со сном проблем таких больших не бывает он просто отрубается и спит просто телу нужно в любом случае там отдохнуть вот и это может как бы перетянуть немножко от этого но такого ну собственно как что-то что сон все равно придет хотя опять же это не гарантирует потому что действительно если ты говоришь что у тебя там еще некие там какие-то процессы такие странные продолжают еще во сне ну это может быть связано сильно с каким-то развитием глубинных там трансформации вообще сознания то есть как бы просто в силу того что ты ну насколько я знаю так все последние годы в общем интенсивно проходишь какой-то внутренний процесс то вполне возможно что это просто часть этого процесса да вот и поэтому здесь ну я буду говорю что больше внимания уделил именно регулирование в целом дня как по возможности чуть больше включая какой-то физической активность туда чтобы телу давать много достаточно нагрузки это был увеличило шанс на сон вот но и второй аспект наверное смотреть что именно какую практику ты делаешь может быть саму форму практики изменить вот это вечерний вот и сейчас что обычно делаешь что я делаю ну такую скажем так свою какую-то практику вот она больше похоже на расширение сознания когда я пытаюсь включить сознание ну вот то есть сознание включается все что я слышу чувствую вижу вот и и тогда я если я вот попадаю в хорошее концентрированное состояние я начинаю исследовать вот последнее что что я исследую это как оно приходит вот как рождается этот импульс как он возникает вообще вот то что ко мне приходит откуда и как вот происходит этот стык того чтобы не мое и того что мое где вот этот танец как он рождается и вот последнее это бывают какие-то просто сумасшедшие переживания что это просто как круги на воде вот они выбулькивают что-то выбулькивают и я вот это я пытаюсь себя в этом найти не нахожу и в общем и вот наверное после таких переживаний меня вообще уносит куда-то непонятно куда но понять вот это вот как ты или прожить до конца я все равно не могу то есть наверное вот это вот любопытство которое меня туда тащит но как же как же она устроена и невозможность это понять она вот меня в итоге выносит вот какие-то такие в итоге все таки вот это состояние как она действительно ты чувствуешь больше там какого-то возбужден возбужденного такого ну там какого-то азарта и когда ты уже ну завершаешь формальную практику и вот сегодня переходишь ко сну вот какое обычно доминирующее там состояние после этого наверное это не то чтобы азарт это какое-то сумасшествие что значит сумасшествие хаос это лик что это как это некоторые некоторые с одной стороны ну наверное там есть какое-то вот такое вот возбуждение от соприкосновения с этой тайны и печаль от невозможности ее там как-то понять вот так ну может быть сильно у тебя вот это вот тогда возбуждение такое слишком большое там происходит ну я не знаю тут знаешь как тут я вижу как две ценности ну как-то конфронтирует у тебя там что с одной стороны ну вот это есть в этом важность определенного вот этого исследования и у тебя есть это время как раз когда это возможно делать с другой стороны у тебя есть этот режим дня который но сбивается и потом тебе нужно как-то заниматься какими-то своими вседневными делами на следующий день ну опять вот попробую как-то направить внимание в регуляцию всего вообще всего режима режима дня может быть находить все-таки какое-то время другое для такого вот интенсивного исследования а вечером стараться но делать практики на какое-то большее там отпускание просто вот именно по как подготовке ко сну вот хорошо как раз мета всякое действует ну вот просто вот это исследование оно действительно запускает ну вот это как больше алертности там да потом эта волна но те еще продолжается туда в сон и это возможно вполне это может быть важным трансформирующим процессом в принципе да но вопрос как бы можешь ли ты себе это позволить своей своей жизненной ситуации говорю в ретрите например когда мы уезжаем вот пожалуйста делаю это там для этого существует ретрит что мы уходим из повседневной жизни из повседневных забот из обязанностей там перед близкими перед вообще чем как-то зарабатывать на жизнь то-сё а это связано с определенным режимом жизни вот и и поэтому ну как поэтому там скажем не знаю буду ушел из дома да чтобы тоже семью оставил все чтобы заняться только этим и ну тысячи лет люди специально так и делали уходили на время исследования вот этого интенсивного исследования в какой-то специальный вот затвор то чтобы этим заняться мы сейчас находимся такой ситуации сложный в этом смысле что если мы хотим совмещать как мне совмещать свой быт свою повседневную жизнь со своими заботами обязанностями и вот этой самой исследование которое очень ценно оказывается значит надо действительно как-то распределять это по дню таким образом чтобы балансировалась но это вопрос там к тебе к твоему сейчас действительно опять же тебя там определенные ситуации вы сейчас находитесь там за границей и тоже жизнь такая вся какая-то нового это много нового и смотри на режим дня может быть ты встроишь это вот саму это исследовательскую практику все так куда-то какое-то другое 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 спасибо хорошо может еще кто-то что-нибудь посоветует откликнется насти владимир вы хотите сказать что да мне довольно интересно у меня тоже эта проблема есть не проблема и особенно то что я делал много амлет это такая практика это когда ты просматриваешь перед инистративной практикой просто просматриваешь день на проживающего заново это занимает определенное время но ты это делаешь перед вечерней практикой потому что вот наше состояние перед практикой это конечно результат не только дня но и там и всей жизни и всей кармы да вот то что вот здесь сейчас я моя погода это результат очень длинные цепочки и всего мироздания но тем не менее когда я это делаю когда я даю себе то время тогда и практика проходит немного по-другому у меня и вот но здесь какого-то рецепта нет вот вот я сам у меня просто такой ритм странный но не то чтобы странно много лет держится я сижу вот где-то в четыре-тридцать пять часов утра где бы я ни находился и а вечером у меня я сижу иногда довольно поздно да и иногда после практики после сиденья несмотря на перепросмотры какие-то мне приходится делать достаточно простые формы там не цигун а скорее югамиры чтобы идти в сон в такой в ясный сон несмотря на усталость дня или вот это возбуждение после медитативной практики ну вот но это не если у меня в принципе хотя вот это вот хорошее ума и возбуждение которое возникает после практики иногда а не всегда это вот ясный свет и покой далеко не всегда у меня она это тоже практика и наблюдение этого созерцание этого это тоже в общем дальнейшая практика как-то так спасибо я еще вот насть на что добавить ну важно может быть знаешь именно такое что делать очень такое телесное потом может быть после практики ну вот если есть возможность понятно что часто там в индии там всякие условия непонятно какие ну вот например принять теплый душ да вот именно вот какое-то что-то такое включить больше тело на вот это расслабление ну например мне точно помогает бывает вот теплый душ вечером прям перед сном вот или или наоборот я бывает выхожу на улицу на балкон там чуть-чуть померзнуть померзнуть а потом а потом залезть под теплое одеяло какие-то вот включение такое вот прям телесных каких-то но включение тела через какой-то вот например температур 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 влияние температуры как изменение температуры оно ну просто физиологически действует вот на 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 это ну вот это не мое не мое изобретение многие кто занимаются сном говорят что это может помочь тоже вот для засыпания чтобы из вот больше ума что ли потому что действительно так получается включается вот это вот этот модус вот этого исследования который запускает алертности больше в эту сторону как бы кончай качается в маятник наш если нам все время стараемся этот маятник искать его середину вот чтобы и расслабленность была и алертность то но он никогда не замирается в какой-то точке он все время куда-то движется больше расслабленности больше алертности и вот судя по твоему рассказу у тебя больше в этот момент алертности который переходит такое больше возбуждение известно вот здесь переключение на телесное какое-то расслабление такое достаточно активное вот через температурное изменение например она может тоже помочь снизить эту включенность умственная алертность но это вопросы экспериментов просто дальнейших еще кто-то может что-нибудь сказать по этому поводу или по-другому еще владимир что-то да у меня сегодняшняя практика отчасти вчерашняя она поднимала акцент на я честный практик делаю все что вы говорите концентрируюсь на животе и у меня по сравнению с моей обычной практикой такой клейдоскоп чувств эмоций мыслей гораздо интенсивнее чем обычно и вот у меня сегодня например всплыли мои довольно не то чтобы старые там перинатальные переживания вот я о них хочу сказать это может быть я о них говорил не помню наверное меня вот это это помнилось буквально сегодня сейчас у меня была ситуация когда решался вопрос быть ли мы не быть у меня мама у моей мамы была сестра которая она за год до моего рождения умерла в розыске мама очень боялась и когда я был зачатан она там через некоторое время пришла к бабке и поделилась с ней этой новость бабка сказала а мальчик будет жить и мама все вот беременность по всей видимости была в такой жуткой тревоге страха и так далее более того мои роды проходили должны были проходить маленьком городке и а там только один доктор принимает роды и вот месяц коктейль чувств который был мою маму и вот этот страх тревога я ее очень сильно переживал потом я эту ситуацию она всплыла из интенсивной практики она во время альбюфинга всплывала в разных ее аспектах и вот вот это вот базальное чувство оно вот сегодня снова поднялось во время практики хотя я думал что я его уже многократно прожил я понимаю что вот этот фильтр там страха тревоги которые пережил в материнскую тропе он по-прежнему фактор моего сознания переживания проживания и вот эти вот это одна из вещей которые поднялись вот это поднялось и ладно пойдет спасибо мне кажется важно вот о чем вы говорите сейчас что ну вот вы сказали что мне казалось что это уже давно про прожитое и соответственно тогда мы ожидаем что этого больше никогда не там не будет не придет скажем такое чувство воспоминаний мне кажется вот собственно смысл вот основной нашей практике всякий случай как я там прочитываю послание будды но вот я все время это рассказывает историю про его отношения с марой но амара собственно проявляется вот в очень разных обличиях постоянно маскируется там под подразное там даже в этих историях мифах по крестьянина прикинется то еще кем-то какие-то разные образы а тот его все время распознавал я вижу тебя мара и вот мне кажется в этом все и дело что у нас могут быть какие-то ожидания что вот мы можем что-то такое окончательно проработать в том смысле что это просто перестанет возникать какие-то импульс чувства переживания реакции мне кажется смысл нашей практики совершенно не в этом потому что многие из этих чувств реакции они просто нам необходимым там для выживания сохраняют организм продолжим или ну как то вот они как бы уже стали частью нас но и дело как раз не в том чтобы они там не возникали от мне кажется вот если мы такое слово проработка проработанность используем все же то это не в том смысле что она уже больше никогда само переживание будет приходить и скорее у меня совершенно другие отношения с нет с этим устанавливаются что если раньше она меня там могла захватывать меня могло там подавлять как-то вот что я остановился этим и вот это было как-то очень сильно и и просто вот ну я отождествлялся и как мне кажется есть проблема в потере свободы чувства свободы а вот если говоря опять же что духа страдание это основное его качество это потеря свободы вот это какой-то внутреннего переживания свободы то освобождение от этого она ведь как бы не это не значит должно исчезнуть а это просто что я остановлюсь больше этого я как вхожу в другие отношения с этим поэтому все это есть переживание они могут вновь и вновь приходить я просто познавать игре ну пришел старый друг на вот привет я вижу тебя морда я вижу это опять-то опять это опять чувствуется переживается но я уже не захвачен этим я свободен от этого ну в той или иной степени опять же это мне кажется это смена позиции она здесь для нас и самое важное поэтому ну я лично например в своей практике даже приветствую когда-то эти старые друзья приходят я просто познаю что теперь-то я с ними по-другому я вижу тебя марк привет ты часть меня но я не не подвластен тебе это важное такое осознавание важное открытие которое мы делаем и укрепляемся в этой в общем-то своей силе за счет этого ну вот силе свободы именно силы освобожденности от этого кажется ну вы если говорить о буддийском контексте то он в этом основном мы продолжаем жить какой-то своей обычной жизнью как обычные люди со своими чувствами своими всеми переживаниями и но находим какой-то другой способ взаимодействия с ними окей спасибо ты хочешь сказать что-то сашулю так хорошо пьете чай хочется с вами присоединиться ко мне тоже наши кружки а мы смотрели алёна 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 да вот на о маша так прекрасно время такое получается надо на работу собираться ну что есть что сказать если нет то будем заканчивать и собираться на работу ничего рассижаться вот на эту тему самоисследование воспоминания своего дня а вот какие бы вопросы себе позадавать каким-то ситуациям то есть вот есть например у меня ситуация которая с родственниками да хорошая в общем-то ситуация но как-то она меня сильно тревожит и какие себе вопросы позадавать чтобы эту ситуацию как-то посмотреть ну я не знаю чем ты говоришь но если что это зависит от контекста но мне кажется имеет смысл то если ты говоришь от меня тревожит ситуация да что есть ситуация есть твое переживание есть твое чувство и самой ситуации зачастую мы чуть ничего не можем сделать но если особенно с другими людьми происходит и там ну как-то обстоятельства и так далее но вот вопрос тогда чувство что я могу сделать со своим переживанием может быть как-то направлять эти вопросы вот к самому переживанию что что это за переживание зачем зачем а потому что нужно выполнять какую-то функцию ну как бы тревога сообщать тебе что тебе эти люди не ну как-то к ним не равнодушно уже да это как бы уже этого важный такой но как это важное послание тебе но дальше вот это ты слышишь это послание и что-то делаешь с ним дальше вот это вопрос такое уже взаимодействие с собой со своей тревогой со своим переживанием и которые можете дать ответом что что я могу сделать на внешнем уровне ну вот там не знаю поговорить с этими родственниками там что-то с ними установить какой-то контакт там чуть не знаю там проспросить и чтобы прояснить чуть больше ситуацию там или просто вот как побыв с ними ну как то вот окей да что вот так вот это так но мы на связи и так далее а может быть там я не знаю опять же ваша ситуация может быть там какие-то вещи там невозможны вот такой контакт но тогда вопрос могу ли я делать что-то со своими чувствами чтобы ну как бы эта тревога превращалась скорее просто в заботу а потому что тревога она сообщает вот смотри там это с этими людьми там и они для меня неравнодушны к ним но вы знаете вот чем страх отличается от тревоги страх это ну когда из конкретная вещь поле твоего зрения в поле твоего восприятия ну не знаю видишь ты змею тебя вызывает страх несется на тебя машины но тебя вызывает страх это просто ну как бы это у тебя такой вот естественная ну реакция на это да что ты спасаешься например или ты борешься за выживание то есть этот страх он опознает с тобой как сигнал ты действуешь и а тревога в чем ее проблема что она обычно о чем-то воображаемом о будущем и либо там что возможно случится либо что даже как бы не непонятно что случится как будто вот непонятность вот это может случиться может не случиться вот то есть этого нет еще в реальности нет и в контакт 100 контакте твоего поле контакта твоего с этим да этого еще не случилось оно может быть случиться ты или ты не знаешь случилось ли еще уже или нет то есть если далеко где-то происходит и вот эта тревога на скорее про большую степень такую неопределенность и соответственно мы можем здесь ну вот как-то обращаться к самому чувству про что это чувство что в чем какой в нем есть там вот этот позитивный такой момент куда она меня направляет и могу ли я превратить например тревогу заботу и ну вот многие же наши практики они направлены такую трансформацию чувства переживаний да ну например даже когда мы посылаем эту мету тем людям которых мы там которым нас отторжение нас есть например отвращение и это отвращение может преодолеваться внутренне может не факт но может можем пробовать преодолеваться от этой дружественностью которую мы стараемся найти там где-то вот на каком-то уровне точно также мы вот есть эта известная практика тонглен тибетской когда мы страдания там опускаем к теплым быть сердце и как бы в как как какой-то лаборатории там алхимической превращаем это в любовь каким-то своим способом да это может быть через воображение в общем как-то мы превращаем это и вот здесь тоже самое если у тебя тревога то вопрос такой к себе вот можешь позадавать как я могу превратить это во что да может быть в заботу действительно потому что эти она тревога она про это просто сообщение тебе о чем-то этот как собака лает собаки они же как бы сообщают о том что может быть вор может быть вот тут убийца крадется им все время каждый все время кажется что крадется убийца и вор а это просто мимо прошел но у них гиперреакция они для этого выведены собаки как такие вот аларма такие специальные сигнализации с древнейших времен вот они поэтому гавкают ну окей вот она это сообщает и и у меня там к ней тогда может быть как бы если я плохой хозяин я буду собак убить там чего-то она просто как бы запрограммирована исторически так вот зачем я завел собаку если знал что она будет она такая просто ее природа то есть также и какая-то вот эта тревога она сообщает о чем-то да она она лает она говорит ну-ка оля проснись вот ну дальше вопрос вот что я делаю с собакой что я делаю с ситуацией вот спасибо спасибо и настя ты еще хотел что да я хотела спросить про памятование еще раз вот все таки как как наверное выглядит то самое памятование которому мы стремимся потому что с одной стороны вот я вчера читала мы как обычно мы сначала дали клятву а потом пошли читать что за клятва была вот и там написано вот этот путь бодхисатвы большое там произведение в общем мы его читаем и там написано что памятование наше все что вот держи ум под контролем вот только ты его отпустил и все и ты потом в общем попал пропал и все потерял вот но вот я еще вчера переслушала твою лекцию про про панчу старую и ты там говорил про то что ну невозможно это постоянно быть то есть наша задача возвращаться вот эта вот история про то чтобы памятовать все время она своей природе невозможно если я правильно поняла то памятование невозможно постоянным так же как и все невозможно постоянно можешь ли пояснить это я считаю что действительно как бы все непостоянно это собственно доктрина буддизма основная поэтому и мы непостоянные наше состояние непостоянное сама там осознанность если мы говорим осознанность слово осознанность то это не ну как сказать это не плато какое-то да вот непрерывно такое одинаковое да то есть мы в любом случае пока мы если я не в обмороке я в любом случае в сознании но вот эта степень этого сознания степени осознанности она как-то все время пульсирует все время меняется движется и мы это обнаруживаем но в прямом опыте это не какой-то бином ньютона смотри что мы это все время переживаем что состав состояние сознания это какой-то спектр и что вот эта включенность какая-то вот эта осознанность какого-то рефлексивность да когда я присутствие нахожусь я осознаю что сейчас со мной происходит вот прямо сейчас она в разной степени происходит и вот поэтому мне кажется все таки основа буддийской практики это действительно таком бесконечном возвращении в присутствие вот но дальше вопрос вот об этом это тоже слово просто памятование а но но здесь нам может быть пояснить надо потому что мы не все там даже знают это что что мы сейчас от назовем осознанность то мы называем mindfulness все это восходит буддийскому термину сати а термин этот сати практика вот сати она переводится и как осознанность может переводить и как памятование памятование не в том смысле что это воспоминание о чем-то там какой-то информации за памятование в смысле возвращения в присутствие ну как я это интерпретирую до возвращение но это тоже только один из смыслов то есть вот то что когда здесь нужно наверное от обратного пойти а когда мы забываем или забываемся вот такое слово хорошее я забываюсь когда я чувствую что я забылся вот когда я погрузился обычно в какие-то переживания не связаны с текущим мгновением так можем интерпретировать все попал в прошлое и там как-то вот завяз ну там же даже вот простая ситуация мы с тобой разговариваем ты мне чем-то рассказываешь я киваю говорю да 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 все все потом ты меня спрашиваешь ну что думаешь про это про памятование я такой раз оказывается а где я был в этот момент где я был почему я пропустил какое-то вот там последнее предложение твоей твоей речи там я был в каких-то своих мыслях на и у каждого бывает такой опыт все мы это знаем и всегда это испытываем стыд после этого что такое-то вот я куда это я провалился что же я не услышал то что человек хотел там чем чем мне говорила что я погрузился в какой-то свой процесс который меня отрезал как бы от вот соприкосновения с непосредственно переживаемым опытом контакта например вот с человеком с которым мы говорим вот в этом смысле вот но это один из аспектов мы теряем себя как бы да и вот мы теряем фактически свою свободу внимания да вот я хотел быть с тобой я хотел быть с тобой присутствовать а меня это похитило когда и опять вот все мне кажется недаром буду говорил о том что о чем мое учение что мое учение у него только один вкус это значит вкус свободы на вкус свободы освобождение разных аспектах и в первую часть освобождение вот это внимание освобождение моей способности но быть чем-то с чем я в общем хочу вот это моя как по-английски то есть как этому это я выбираю выбираю вот быть с чем-то определенным и меня хрен похитивши из этого но это как бы редко получается так вот чтобы вот постоянно ну в принципе некоторые учения там буддийские они говорят что это возможно но извините меня этому нужно посвящать всю свою это вот в основном все это какая-то монашеская практика отшельническая практика когда у нас вот концентрация вот она ее ну ее надо просто непрерывно все время тренировать и это говорят что возможно но если мы ведем все это какой-то мирской образ жизни у нас много забот нам сложно выделить какой-то один объект внимания и удерживать на нем тут она может помочь дзенская практика когда мы стараемся поддерживать вот это присутствие как основной фокус тогда можем присутствовать в любой фактически деятельности до в любой момент вот просто возвращение к этому сейчас к этому сейчас что испытываю сейчас что опять же использую слово возвращение потому что вот здесь важно опознавать когда я выпал когда меня похитила это нечто потом как я снова возвращаюсь чем чаще возвращаясь тем ну как бы этим моменты тем тем эти провалы их меньше по времени до случается а если они и и случаются то я к ним проще отношусь это вот в принципе соотносится наверно с тем что мы тоже с владимиром говорили что вот он там город каких-то своих чувствах переживаниях которые его там ну вот которые сильны для него но у него меняется к ним отношение но точно так же у нас может меняться отношение и к этому вот то что я забылся на какое-то время потому что одна из проблем этого что я там потом начинаю с этим же вот и опять это опять ты опять ты меня похитила значит опять я не присутствую в этом смысле вот вот эти старые тексты ну вот которые ты говоришь ну вот они могут сыграть с нами такую не очень хорошую службу потому что они ведь написаны были определенном контексте текст написан в контексте для каких-то определенных людей и очень часто они такие вот особенно то есть древние они уж очень такие знаете боевые ну смысл что а вот есть с утра там все в огне все в огне давайте ну-ка ну-ка вы что вы же скоро сдохнете тут все ну-ка давайте вы вы в ад попадете ну-ка ну-ка не теряйте бедительность давайте подходит они тебе подходит они могут еще больше напугать еще больше какого-то напряжения создать и вот это нужно понимать как с тобой это разговаривает как этот текст говорит с тобой лично с твоей жизнью текст был написан тысячу лет назад для каких-то других людей он по-прежнему для ну во многом адекватен но просто брать его и тупо следовать тому что там написано это глупость как мне кажется жизнь меняется мы другие нас меняется и и образ жизни и ценностный аспект много чего меняется и поэтому вот особенно древним текстом нужно так аккуратненько обращаться потому что они там друг для других людей для другом контексте вот и поэтому вот если там вы чувствуете что они как-то уж очень это стимулирует да ну как так попроще можно к этому относиться все-таки мне кажется и просто опять же ну для кого-то каких-то самый опять же конкретно эти тексты если так исторический контекст они были там вот для конкретных монахов которые сильно ушли из такой вот активной жизни и в принципе вот твое дело монаху давай занимайся этим сильно вот будь солдат такой солдат духовности давай в монастыре своем они чем-то монахи ну вот слюбовали в монастырях чем они занимаются и тогда занимаются да них ни хрена ничем не занимаются что-то там болтают все время друг с другом какой-то тигней какой-то занимаются основном что большинство из них при их семьи туда отправили большинство из них не не по зову души пришло да это очень мало кто вот посвящает вот еще всего себя практике поэтому вот какие-то вот если эти люди которые там писали текст они значит их там ну ка давайте ну ко всем насчет давайте а стимулировали но если у вас так достаточно мотивации то вам этого как бы не надо этого нагнетания как мне кажется да поспокойней можно и этот вопрос вот этот вот тогда сильно как мы это делаем поэтому и памятование но я считаю что все таки для нас в наших условиях мирской жизни важно скорее умение сильно памятовать то есть после забывания то есть памятование происходит после забывания вот я забылся а потом вспомнился опомнился а вот забылся и опомнился забылся опомнился и сколько бы раз я не забывался я всегда могу опомниться хоть тысячу раз хоть хоть сколько главное что вспоминаю вот тут-то как раз это возвращаясь так той же теме просто который мы с с владимиром говорили важным само отношение наше как с этим это принципе да это забывание это ведь тот же мара да он меня похищает у меня похищает он лишает меня вот этой эдженси лишает меня с чувству переживания свободы и я его познаю вот это же очень интересно странно даже а почему я памяты смысле что там во мне в памяту это вот если я забыл если мара меня похитил вот это вот мысли чувства какие-то вот что-то раз меня туда забрало заграбила и я потом раз и опомнился я вспомнил это как бы сам все загадочный процесс что там внутри этого вспомнила и вдруг скажу а я здесь я присутствую уже я уже присутствует тот момент как я вспомнил я присутствую но само вспоминание такой-то спонтанный процесс фактически спонтанная это странный такой удивительный загадочный процесс мы можем более да нет у меня вопрос на как раз про памятование вот ты говоришь уже минут четыре или пять я честно говоря вот не помню с чего ты начал вот но с другой стороны я в каждый момент времени вроде бы с тобой и понимаю о чем ты говоришь и тогда непонятно то есть памятование это что такое оно удержание всего процесса то есть какова длина длина моего памятника или же я в моменте то есть я не помню с чего ты начал но я в моменте каждый раз я себя осознаю я осознаю что ты там делаешь но я не помню что было пять минут назад ну мне кажется здесь просто нет одного аспекта в чем сложность этого слова мне кажется в чем сложность вообще сознание в целом да что тут мы можем говорить о разных аспектах первый аспект это просто присутствует что действительно я осознаю что происходит прямо сейчас прямо сейчас я даю себе отчет например ты слышишь меня и по ним и в том числе понимаешь мои слова прямо сейчас ты распознаешься но с другой стороны конечно например слова не имеют смысла в контексте поэтому в принципе понимание какой-то общее общего контекста речи о чем мы говорим но он тоже важно может быть там ну сильно наверно никто не запоминает вот каждое каждое слово но как бы если это как-то в целом смысл того чтобы ложиться просто я сильная как у меня ну речи на как течет она там туда-сюда затекает и перетекает но если это общее как-то понимание возникает то ну мне кажется ты есть это про если мы говорим о понимании но смотри получает получается что мне нужно одновременно удерживать и как ты говоришь модус истории да причем там за 5 10 минут там если ты час говоришь мне надо час удерживать а с другой стороны мне нужно удерживать вот этот модус присутствия я должен делать это одновременно ну да но в этом смысле вот сейчас вот все это ругаются на как это когда что у людей там внимание вот эта длина внимания уменьшается да вот это клиповое сознание ну да это проблема здесь можем тренироваться то что если мы хотим все-таки углублять это но нам важно уметь удерживать если мы говорим о таком процессе пониманием понимание но нам это тренируемый навык тренируемый навык поддерживать внимание какой-то теме на определенное в определенное время читать долгие книги долгие тексты слушать долгие речи если там например традиционно послушать там хоть дзенских учителей там многих хоть тибетских там, хоть каких-то хирургийских, они там вообще-то, знаете, как-то заведут, и вот он там часами может чуть-чуть, и там они поспят, эти монахи, проснутся, и дальше слушают. Ну, как бы, вообще-то, мне кажется, важная тема-то, да, тоже, что все-таки тренировать и вот, и вот эти, мне кажется, очень важную вещь, сказали, что есть это мгновенное присутствие, а есть еще и, если мы говорим именно в контексте понимания, вот, например, да, понимание текста долгого, длинного какого-то, как он разворачивается, потому что ведь он разворачивается, смыслы там разворачиваются, это не что-то одно такое мгновенное, смысловые вот эти вот какие-то куски, волны, они разворачиваются, они двигаются, они меняются там, и, соответственно, мне важно уметь это, ну, если мы хотим такой навык тренировать. Но ты сейчас говоришь действительно по определенной, как бы, определенном аспекте вот такого понимания, ну, интеллектуального, да, и присутствие в этом. Но есть другие аспекты этого памятования, и самое-то главное все-таки, ну, опять же, в повседневной жизни, как часто я себя обнаруживаю присутствующим. Вот я считаю, что это важно, да, то есть присутствующим с осознанием, что в этот момент я переживаю во всей своей целостности. Какие чувства, какие мысли у меня, какой я сейчас, как я сейчас, вот этот вопрос, как я сейчас, и этот аспект, но, и это еще не все, как мне кажется, когда мы говорим о памятовании. То, о чем еще вот в этом тексте, насколько я понимаю, было написано, это Шантидаева, или что вы его читаете, да? Вот, что там еще про, про, ну, путь бодхисаттвы, это путь ценностный, ценностный, да, то есть бодхисаттвы есть определенный смысл его вот этого существования, он там прописан как-то, да, есть вот в этих там объетах бодхисаттвы, и вообще, ну, как в пути в этом. Соответственно, тут еще вот этот аспект памятования об этих ценностях, то есть, в принципе, само присутствие может быть ценностью, да, что вот зачем мне присутствие, потому что я чувствую, что в этом есть важность для меня такая в этом. Но также есть другие ценности, к которым мы возвращаемся, и памятование о них, это тоже аспект этого, да, поэтому мы говорим, что там, скажем, буддизм, это не просто практика социальности, это не просто про медитацию, это и про характер, вот его культивирование характера, то есть этические, ну, этика как практика, тоже практика этики. Да, это про осознанность еще, и, ну, про мудрый выбор, да, который я делаю вот как раз в повседневной жизни, там какие-то выборы тоже как практика, основываясь как раз на осознанности и этике вместе. И вот памятование об этом комплексе, сам на основном таком, это тоже часть этого процесса. По какому пути именно я иду. Поэтому вот, в принципе, то, чем мы сейчас заканчиваем каждую медитацию, то, чем я предлагаю, вот два вопроса, мне кажется, они вот укладываются, вот эти все темы, два вопроса. Первый, как я сейчас, это во всем вот комплексе, вот прямо сейчас, мгновенно. И второй вопрос, там, что я воплощаю, ну, как любыми словами это может сформироваться, каков мой путь, вот, собственно, это ценностные аспекты. Вот возвращение к этим двум, как минимум, темам они могут помогать вот этому памяту. Ну, я не знаю, запуталось еще больше или... Нет, очень понятно. Спасибо. Хорошо. Владимир, вы скажете? Нет, ну... Будем завершать. У меня был мне вопрос, а может быть, не знаю, может быть, комментарий, а может быть, все-таки вопрос. Ну, потому что я тоже размышлял о том, что такое памятование. Ну, вот сейчас, когда я вас в Валерии слушал, ну, я пытался не рыться в библиотеке памяти, и не анализировать там, что такое святие Санпараджульмяна. Есть, кстати, и в Ксераваде, и в Махаяне много, как бы, так сказать, контекстов вокруг памятования. И осознанность памятования, бодрствование, да, много всего. У меня вот, на самом деле, ясного ответа для себя нет. Но мне кажется, что вот памятование, оно у меня очень тесно связано с присутствием. Это когда я действительно всем собой нахожусь в тем, что я переживаю здесь, сейчас. Я не готовлю свою речь о памятовании сейчас для вас. Я просто нахожусь в тем, что я слышу, вижу, переживаю. Я слышу не только вас, я слышу свой мобильный телефон с вашим изображением, слышу. А также я осознаю свое дыхание, свое тело и все пространство, комнату, в которой я нахожусь. Может быть, это и есть памятование? Или я путаю все-таки с присутствием, а от осознанности? Это будет скорее вопрос. То есть я переживаю всю целостность, самого себя, своего переживания в данный момент. И вот это одна из важнейших вещей, которые я культивирую. И это и есть памятование. Или памятование – это все-таки что-то другое? Ну, мне кажется, здесь просто мы сталкиваемся с тем, что памятование – это слово. Слово – это указатели. Вот дальше уже… Слово, понятие для объема. Да, слово, оно всегда, ну, как бы большинство слов, они многозначны, да, они могут указывать на разные там смыслы. И вот то, что я сейчас говорил Насте с Димой, мне кажется, вот это укладывается как минимум, да, что у нас есть вот то, о чем вы сейчас сказали, вот это основа этого памятования, да, вот это сильно, вот это переживание присутствия себя со всем объемом переживаемого опыта, вот прямо сейчас. Но другие аспекты памятования, как, например, ценностные, они тоже, мне кажется, они тоже важны и тоже могут, могут, ну, как-то входить в это понятие. И поэтому, как вы сказали, действительно, текстов огромное количество, интерпретации огромное количество разных про это памятований. В разных там, опять же, школах буддийских, ну, потому что, действительно, люди по-разному используют слова. Если в разных контекстах мы из слов составляем очень разные предложения, очень разные тексты, и вот, естественно, как мы это составим, так оно и будет. Поэтому здесь вот, опять же, ну, это просто показывает на сложность жизни. И здесь, опять же, важно, что, как мне кажется, куда нас эти слова направляют, к себе, да, вот, а мне-то что важно? Вот я-то каким путем иду? Памятование для меня что означает? О чем я памятую? Вот такое личное исследование, мне кажется, которые важно проделывать снова. Находите эти ответы. Не то, чтобы фразы из евангельского текста, из послания Петра, по-моему, это там «бодрствуйте и молитесь». В этих двух словах «бодрствуйте и молитесь» может быть и есть тоже какая-то основа, потому что, ну, под молитвой я, ну, то, чтобы я, наверное, что-то понимаю, но это вот как раз «соотнись и не себя совсем за Господом сущим», а «бодрствование» дозволить. То есть, если ты не будешь «бодрствовать», то молитва твоя пуста. Да, да, это очень, мне кажется, близко как раз другим языком, другой традицией, но, в принципе, о том же самом. Можно я добавлю тоже? Ну, Владимир Катвоса, я как человек, зашедший из православной традиции, так скажем, там слово «памятование» применяется в основном к смерти, то есть, да, вот это ежемгновенное «памятование» о смерти, которое, как мне кажется, ну, в моем опыте это переживается сразу как некоторая такая жизненность сквозь. Если ты помнишь все время о смерти, то ты, ну, как эти многочисленные описания, что люди, которые осознают свою смертность, они сразу начинают очень ярко жизнь воспринимать. И получается, что если ты ежемгновенно памятуешь о смерти, то ты, соответственно, здесь в присутствии, в этом своем, как бы каждый раз, как в последнем моменте, все очень в такой яркой полноте воспринимаешь. Спасибо, Маша. Да, хорошего добавления. Илья? Да, ну, раз зашла речь о христианской традиции, то тут вот еще понятие метанои, которое как трактуется как обращение, но это же его возвращение тоже к себе. И я вот тоже практиковала во время того, когда вы говорили, получилась практика, потому что мысль бежит куда-то уже что-то делать, и ты это чувствуешь. Но ты возвращаешь эту мысль в слушание, и я обратила внимание, что тут очень важно еще не механически ее возвращать, а возвращать ее с ресурсом. То есть вот это тоже такое особое состояние, вот почти неуловимое, когда ты можешь механично просто вот как бы отдергнуть мысль оттуда, куда она убегает, или же вернуть ее с ресурсом, с ощущением. И от этого ты как бы начинаешь вот это чувство присутствия, оно как бы наполняется. Вот. И ну вот как-то вот это я хотела тоже добавить. Спасибо. Спасибо. Спасибо всем. Вот накидали нам мы разных смыслов, теперь будем их разгребать. Спасибо всем за соучастие. Сегодня такой у нас живой разговор про практические аспекты. Спасибо. До завтра. Пока.